добрый день дорогие мои на канале привет ангелов с вами народный батюшка у нас прекрасная погода и отвечу на вопрос одной из наших ангелов которая большой достаточно комментарий прислала но основная суть этого комментария что на нее обиделась подруга которую она спросила зачем тебе нужна эта магия якобы подруга у нее стала этим увлекаться заниматься и вот она спрашивает меня батюшка откуда взялась это нехорошее слово и почему так много этих магов развелось откуда взялась магия понять несложно причем магия этимология достаточно простая и синоним магии можно назвать колдовство шаманство волхование ну и многие другие как говорится можно дать название потому что по сути своей в них должно быть заключено что это управление люди как-то так вот поняли что словом и жестом можно управлять силами духовными силами и поэтому потихонечку осваивая и потихонечку изучая что к чему относится и какими словами и какими жестами можно эти духовные силы заставить что-то сделать они и пришли к таким понятием как магия кордовство шаманство и действительно это так действительно можно управлять при этом если мы с вами рассматриваем библию и живем как говорится по библейской истории то мы увидим что тем же евреям была дана тора авторе у них есть кабала это тоже отдельный может так сказать части торы где определенные слова не определенные действия приводили к управлению этими духовными силами причем не только произнесенные или показаны но и написанные слова каждая буква в торе или в кабале для иудеев имело значение каждый знак который там находится и и действительно можно так сказать что за историю человечества как высшие силы так и низшие силы объяснили как ими управлять давая вот такие возможности и в каждом народе сложилось целый комплекс всяких вот таких верований разговоров движений слов которые относятся к магии к магии ну да таким уж общим названием тогда возьму надо сказать что христа то обвиняли в том что он магией занимается прямо говорили что это он низшими силами управляете поэтому у него такие чудеса происходят но другие те кто возразили говорят как же так вот сам в себе раз разделился без что ли как это он добрые дела вдруг начал делать если в общем вот вот такая всех кто обладает каким-то возможностями время от времени можно обвинить в том что они занимаются магией и колдовством и всем остальным но на самом деле надо вот осознавать что управление это есть как низшими силами так и высшими высшие выше нас силы пока мы в земном существовании это ангельские чины как говорится светлые ангелы они после нашего воскрешения становятся ниже нас по своему состоянию поскольку мы тоже становимся и в телах таких в ангельских которые могут по-другому жить в царстве небесном и возможности у нас становится как ангельские но пока они находятся в ангельском чину а мы в человеческом вот земном они по определенным качеством выше нас то есть они могут перемещаться в общем живут без времени и без пространства имеет прямое отношение с богом и верят от него прямые указания и руководство от господа и сил его и поэтому высшие силы нас слушают так же как и низшие но управление ими немножечко отличается от управление низшими силами что низшие силы из себя представляет как магии с низшими силами у нас происходит они нас слушают они нас слушают они нам подчиняются причем эти то точно подчиняются можно так сказать беспрекословно но надо понимать что и те и другие подчиняются в одну сторону то есть если низшие силы подчиняются при исполнении указаний злых то высшие силы подчиняются только при исполнении указаний добрых и при этом не подчиняются а слушая нас сами решают участвовать нам в том что мы просим им участвовать или нет или нет вот это отличие то есть низшие силы участвуют и слушаются нас как вот как собака как кошка там или еще кто то они обязаны нас услышать но вы сами знаете что как собака так и кошка может сделать значит как хорошо так и плохо а низшие силы только плохо хотя мы не совсем понимаем часто хорошо или плохо то что мы просим для себя и просим привлекая к этому низшие силы и они время от времени ду делают для нас то что нам кажется хорошо то есть когда вы просите скажем денег то вам кажется это хорошо но в определенный момент вы вдруг можете оказаться с этими деньгами на злой стороне я вам так скажу я вам так скажу ну то есть вот низшие силы они рады подчиняться причем лукавый их прямо так заставляет нам подчиняться но подчиняться в только в том случае когда это идет к нашей виде какой-то какой-то трудности лукавый это тоже видит наше будущее он не может читать наши мысли он не может там скажем нами управлять каким-то что-то подсказывать нам не может но он может подсказывать символическим и определенным путем которые не относятся к слову так вот а высшие силы они действуют в дом в добром ключе но давайте мы теперь разберемся а если сейчас какие-то маги которые могут нам навредить или сделать какое-то добро как ни странно но в семнадцатом не в шестнадцатом веке появилось такое понятие как христианской магии когда ну правда в западной церкви когда два священника придумали что можно такими словами христианскими управлять силами и они начали составлять вот такие специальные как говорится книги читали которые и какие значит произнося там слова и какие-то эти ты управляешь высшими силами вот тогда показалось им что церковь вышла на такой уровень что руководство высшими силами у нее как говорится в руках она уже способна сказав слова значит ждать от этого определенного дела вот этих сил но на самом деле кстати у нас она была в православии пришла христианская магия существовала христианская магия даже существовала в виде астрологии у нас она была до восемнадцатого века можно сказать хотя и в восемнадцатом веке еще были священники которые включали астрологию и какие-то вот такие христианские действия которые можно назвать магией или колдовством или даже шаманством то есть христианские какие-то вот такие речи и христианские чтения которые они считали что обязательно действуют обязательно действие вот хитрость во всей магии заключается в том что тот кто действия магические какие-то производит считает что за этими действиями обязательно следует какое-то определенное дело вот вот такая вот 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 все что вы считаете что это вот так то это уже магия я вам уже неоднократно говорю у нас можно любую молитву считать магией если вы читаете ее и думаете что обязательно то что вы сказали и попросили будет исполнено больше того когда вот вы видите что написано это молитва от от язвы желудка это молитва вот скажем от болезни сердца это молитва там от чего хотите от каких то то вот это в чистом виде магия в чистом виде или колдовство по-русски давайте уж не будем отходить от русского языка когда вам предлагают какой-то там священник там или какой-нибудь чтец или еще что то что давайте я вот вам специально приму от вас записочки для того чтобы избавить вас от язвы от прыщей от сердечных приступов вы тоже можете его записать в маги колдуны больше того я вам скажу что так многие из тех кто так живет священников не осознает что такое магия и колдовство и действует именно вот в этом парадигме как называется или ключе не понимая что они не священники они маги и колдуны кстати не один я об этом об этом говорил и отец павел адельгейм многие говорят откуда сейчас так много магов давайте я скажу так я честно говоря молоко поставлю сходил за молоком держать его тяжеловато пусть постоит я честно говоря не вижу никаких магов и колдунов вот таких как говорится настоящих потому что если те кто изучал каббулу или читал хотя бы каббулу тот знает что для того чтобы таким вот управленцем силами стать нужно во первых иметь талант но у евреев вообще было что во первых нужно родиться в определенном роде еврейском который имеет такую возможность получить талант мага в этом роде не каждый получит только особые избранные и мы этих избранных в библии видим это первое во вторых нужно изучить этот язык отношений с теми или другими силами там с низшими или с высшими силами и это очень разный язык и это очень разная формулировка поэтому каббала там вот или изучение каббалистики это долгие долгие годы при этом я вам скажу так по-настоящему не еврей на мой взгляд не может обладать каббалистическими способностям каббалистическими не может быть магом вот не еврей еврея я двоих или троих видел ну таких раввинов которые на мой взгляд вот обладали таким возможностями но тоже очень редкая такая история это управление одними силами управление высшими силами она доступна всем но не как управление какими-то отдельными существами а как сотворчество с этими существами с этими силами и вот здесь открывается большая дорога любому христианину кто входит в эти отношения с богом и кто с ним имеет определенные как говорится договоренность но и здесь вы видите что святыми то то есть теми кто в полное согласование с этими силами входит не все становятся тоже можно так сказать избранные и очень редкие избранные христиан или ну давай так скажем священников которые обладали бы силой слова который меняет судьбу в лучшую сторону меняет отношение к жизни в лучшую сторону а только в лучшую сторону когда в худшую сторону вас тянет священник что-то сделать это это уже не не высшие силы его словом руководствуется вот в лучшую сторону то есть вас научает быть христианином не так-то много тоже не так-то много вот это надо тоже внимательно посмотреть когда священники участвуют в том что установлено вот так нашей церкви службах там в каких-то молитвословиях и так далее это ведь одно здесь вот и заключается вот эта идея что вот это сказав вот эти молитвы прочитав вы имеете с богом отношения и в какой-то степени имеете гарантии на получение каких-то благ которые заключены в эту службу в эту службу то есть такая автоматика есть в этом но при этом чтобы сам священник обладал вот словом его вот таким который меняет в лучшую сторону это конечно редкая редкая история так вот рассказав вам о том что как низшими силами я считаю могут руководить грамотно очень редкие маги и колдуны они такие есть так и высшими силами редкие я беру на себя смелость сказать что вот тех кого вы видите там во всяких своих конторах в объявлениях каких-то своих действий они никакого отношения ни магии ни к колдовству не имеют не имеют это такие самодельные торговцы вот этим свойством отношения человека с силами которые сами не понимают что они творят и сами не понимают во что они в конечном итоге влезают как правило главная задача их получить деньги но некоторые все таки получают например удовлетворение от признания от своей славы я вам рассказывал что у нас есть несколько таких потребностей которые равнозначны по своему качеству удовлетворения нас и это потребности здоровья слава богатство и свобода вот ну одни выбирают деньги и работают за деньги и в их исполнении это все как бы театр как бы театр на самом деле не совсем театр потому что театр может быть безопасным где разыгрываются какие-то сценки и ничего не происходит но если этот театр проходит например хирургическом отделении какого-нибудь госпиталя где хирург прикинулся тем что он знает как оперировать при этом он не учился на хирург он ну только научился скальпель в руках держать и вот он делает вид что он этим скальпелем делает операции все остальное вы скажете в душу это шельмец мошенник и и все остальное на самом деле вот такие доморощенные магии и колдуны они имеют этот скальпель в руке выучив несколько каких-то пасов и несколько каких-то слов они пытаются оперировать душу пытается оперировать душу они влезут в нее они там какие-то пытаются что-то изъять оттуда знаете вот давайте я из вас значит кого-то что-то добавить туда и все остальное и вот это это вот это все цирк это все детский сад но не безопасно но не безопасно то есть если вам нужна какая-то операция души и воздействие на какой-то дух и вы собираетесь что-то этим изменить то естественно вам нужно подобрать а где же вам это сделает и в данном случае надо подойти к этому не менее тщательно чем операции на сердце например вот у вас возникла необходимость операции на сердце что вы сделаете что вы сделаете не ну понятно по скорость по скорости при скорой помощи вас привезли и положили бац стенды вставили и все ходишь но я вам скажу уже туда куда вас привезли сама медицина отобрала качественных тех кто вам сделает эти операции а здесь ведь никто никого не готовит все где-то нахватавшись получив какую-то книгу иногда просто сойдя с ума я же был в организации которой мы занимались как бы вот изучением этой сферы и попытка разобраться сколько же действительно талантливых людей в этой сфере и сколько шарлатанов так я вам скажу так там много сумасшедших сумасшедших они просто вот впав вот в это состояние такой шизофрении что они какие-то особые люди или отдавшись дьяволу начинает исполнять его указания и это совсем опасно вы пойдете на операцию на сердце к сумасшедшему доктору не пойдете поэтому я вам не предлагаю с ними бороться вот той же кто задала вопрос я советую не несусь в эти дела потому что и переучить или работа с сумасшедшим это тоже тяжелый как говорится труд и это должны священники сделать чаще всего это делает сам господь берет этих людей свое определенное попечение и несчастьями какими-то значит потерями какими-то ну ну в том числе и указаниями некоторых людей их выводит из этого состояния но некоторых и он не выводит некоторым так и дает можно так сказать и погибнуть и показать как нельзя с этим баловаться и ну в общем в общем наказание а нам обучение через таких устраивает поэтому что я могу сказать тебе надо о ней посожалеть о своей подруге это признак того что она вошла в состояние потери своей воли и в состоянии когда ею начал руководить лукаво и это тяжело это видеть неприятно это обидно иногда что как так я с ней говорила говорила мы вместе ездили в монастыри какие-то так далее она пошла к какой-то тетке с шариком и сказала нет никакого бога и все такое но с другой стороны у меня есть такое впечатление что господь сам выбирает тех кто действительно с высшими силами должен жить общаться и радоваться жизни с этими силами а некоторые по своим свойствам как бы они не надевались в священников в монахинь там монахов или еще что-то не способны в этом мире жить и он их в этот мир не впускает извините голос маленько севший немножко простыл поэтому говорю так чуть-чуть не своим голосом но тем не менее ну если появились вопросы давайте еще поговорим для меня эта тема интересная большая я наблюдаю за этой темой и продолжаю вот в тех как говорится как меня научили ученые кто этой темы заниматься оценку определенную давать тем или другим лицам которые то объявляют себя особыми какими-то вот в магических силах способными но некоторые объявляют себя в священных силах особыми какие-то берут на себя право оценивать значит через церковные какие-то показатели других людей тоже очень интересно тоже он столько потерянных и столько людей в том числе и не совсем в уме своем находящихся это это тоже интересный процесс вот так не знаю ответил ли но совет один не старайся трогать ее словами а молись о ней молись о ней и если с ней что-то происходит такое не очень хорошее то не огорчайся и не печалься это возможно так господь ее учит чтобы она не впадала вот в такую безумие здоровья вам всем радости аминь а